Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас занятие пройдет в ином формате, чем обычно. Я на прошлом занятии, перед прошлым занятием за день заболел, поэтому провести его, к сожалению, не смог, был не в состоянии. Вот сегодня я не в университете, не у маркерной доски, но поверьте мне, спасибо, я думаю, я почти здоров и цел, на карантине посидеть мне мешает. Но мы все равно будем использовать с вами маркерную доску, правда, только электронную. И писать я буду тут. Итак, какая тема урока сегодня? Это решение рациональных поравнений при помощи замены неизвестного. Давайте конкретно поговорим про эту методику. В общем говоря, на примере решение определенных упражнений. Так, я тут еще не дописал упражнение полностью. Кажется, что забыл из коэффициентов, но сейчас с ней степеней. Но сейчас ее напишу. Только лишь найду где я все это писал. Да, здесь я забыл написать квадрат. Ой, что ты красненький? Хочу красненький. Чув, синий. Напишите в чат, хорошо ли вам видно доску, все ли понятно. Я думаю, проблем никаких не возникнет, потому что с предыдущими занятиями мы в целом справлялись на ура. Вот. Что мы будем с вами делать? На самом деле, тема сложная, но такая. Мы будем с вами решать подобные квадратные упражнения с помощью замены. Мы с вами запишем, что х равно х квадрате минус 5х плюс 7. Хотим с вами использовать эту замену, чтобы в более простом виде записать вот это квадратное уравнение. У нас с вами получится просто у в квадрате минус у минус 3 равно нулю. Что мы в этом получим? Можем ли мы решить этот пример? Давайте попробуем найти дискриминанты. А равно единице. В равно минус единице. С равно минус 3. Д равно В квадрат минус минус 4. А С. Равно 1 плюс 4 на 1 на 3 равно 13. Корень Ага. То есть у нас будет у1 2 равно минус В. Это 1 плюс минус корень из 13 делить на 2. Вот. к сожалению, да, что-то не так написал. Не суть-то дело, да. У нас будет получаться, что два варианта, при которых x квадрат минус 5x плюс 7 равно но Ага, я понял. Да, ребята, я прошу прощения, все коэффициенты потерял. Тут будет 2. Минус 2. Если тут 2, то у нас все с вами красиво получается. еще не приноровился писать и у нас с вами здесь на самом деле получится в таком случае на самом деле получится просто здесь двоечка, а здесь в итоге получится 4. Правильно понимаю? Ну, имеется ввиду 4 в квадрате, да. Я уже 4 пишу. Вот, соответственно, здесь 1 плюс-минус 4. Да. И у нас получится то 2. Поэтому получится 1 плюс-минус 2. Ну, или y равно 3. y равно минус 1. И мы с вами решаем потом два уравнения. Где у нас x в квадрате минус 5x плюс 7 равно 3. или иначе говоря, x в квадрате минус 5x плюс 4 равно 0. Да, понятно? Да, я сюда переношу, получается. Решая это уравнение b квадрат минус 4ac посчитайте сами. Получается 9. Да. 25 минус 16 получается 9. И находим x1 x2 x1 x2 равно 5 плюс минус 3 делить на 2. Соответственно, x1 равно 4, x2 равно x2 равно 1. ух, чему единицы. Еще надо бы вот сюда отъеду. Еще надо бы решить то есть, допустим, первые два ответа. Надо бы решить пример, где у нас x2 минус 5x плюс 7 равно минус единицы. Получится x2 минус 5x плюс 8 равно нулю. да, но здесь у нас дискриминант получится, давайте подумаем, получится он с вами у нас отрицательный, будет минус 7, это меньше нуля, соответственно, здесь решения не будет, у нас останется решение для вот такого большого необычного квадратного уравнения, то есть, по сути, это биквадратное уравнение, только если мы все это раскроем, посчитаем, сократим, там ужас, какой поленом будет, у нас у нас получится просто x1 равно 4, x2 равно единице, ну хорошо, пойдем дальше, так, у меня что-то за ночь, куда-то все символы пропадали, здесь скобочка пропала, когда включаешь режим эластика, начинает рандомно везде пропадать символы, тогда x4 плюс x2 минус 3 умножить на x4 плюс x2 минус 1 плюс 2 хорошо, что мы здесь можем сделать, ну смотрите, давайте мы вот эту первую скобочку обозначим как x, хорошо, вторая скобочка, по сути, это первая скобочка, только нам нужно что сделать, мы напишем вот так, x4 плюс x3, плюс x3, плюс x3, минус 3, здесь мы вычтем 2 и прибавим 2, у нас получится незамысловатое уравнение уравнение вида y на y плюс 2 и все это плюс 2 равно 0, ну можно и так, конечно, Алина, но мне кажется, все-таки стоит попробовать всю эту скобку обозначить y, а не только первые два члена, мне кажется, просто попроще будет решение, но на самом деле вы можете попробовать, ну вы попробуйте решить так, как вы написали, вы все равно увидите на доске, как решали, а возможно у вас получится, как говорится, не хочу ограничивать в творчестве решения задач, вот, но просто в таком случае получается гораздо более простое, что ли, квадратное уравнение, наверное, очень простенькое, которое на самом деле приводит к тому, что мы, если будем считать дискриминант, мне кажется, что если в вашем случае вы будете считать дискриминант и пытаться решать квадратное уравнение, то вы поймете, что получится отрицательный дискриминант, раз если этот дискриминант у этого упрощенного квадратного уравнения отрицательный, то, соответственно, в целом все это выражение решить невозможно, поэтому можно написать, что корней нет. Вот такое вот решение в данном случае, поскольку дискриминант у нас с вами отрицательный. хорошо. Пишите в чат, все ли понятно, мы идем дальше, у нас много примеров и много задач, которые нам нужно решить, с каждым разом сложнее и сложнее. как можно больше людей, пожалуйста, отпишитесь, все ли понятно. Олег, Арина, большое спасибо как всегда за вашу активность. Остальные партизаны, которые отвечают. О, Генелла, Лада, спасибо, 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 что пишете. Ребята, я говорю, что мне, конечно, обратная связь очень важна, и поэтому, когда пишут всего 2-3 человека из 30, это очень грустненько. Хорошо, 3 тоже неплохая оценка, значит, есть уже какие-то... То есть, вообще, зачем все это? Замена неизвестна. Замена неизвестна это упрощение, как минимум визуальное упрощение задачи, потому что иначе сложно будет такое решать. Вот у нас следующий пример. мы видим, видим вот и вот здесь такую структуру, да, и вот здесь такую структуру одинаковую, да, и можно пытаться заменить сюда, y равно x квадрате плюс 4x. Что в конечном счете мы получим? мы получим y минус 15 делить на y минус 2 равно 0. У вас может это вызвать какой-то шок, что делать, как бы... на самом деле вы же понимаете, что это очень простое рациональное уравнение, где нужно умножить на y. y в квадрате минус 15 минус 2y равно... делить на y равно 0. ну давайте мы этот y отбросим как бы пезды с ним, да, y в квадрате минус 2y минус 15 равно 0. Будем решать это квадратное равное. Какой дискриминант? Напишите, пожалуйста, в чат. Мне ленит считать. Жду от вас ответа. Какой дискриминант? Не хочу считать. 64. Поверю на слово. Потому что не знаю, правильный он или нет. Теперь проверять не буду. Если неправильный, чур я не виноват. То есть минус 8 делить на 2. Значит, y1 равно 0. плюс 8 это 5. y2 равно минус 3. Да? Да. Ну вот, давайте продолжим решать уравнение вида вот то есть y1 это x квадрат плюс 4x. Поэтому у нас будет x квадрат плюс 4x равно 5. x квадрат плюс 4x равно минус 3. Понятно, да? Еще раз объясняю. Мы получили, мы сделали замену, получили такое квадратное уравнение. Мы его решили, получили два ответа и сделали обратную замену. обратно y заменяли на x квадрат плюс 4x. И вот теперь можем до конца до решения. То есть у нас здесь, как бывает в квадратном уравнении, разделилось решение того, чтобы по сути на самом деле бы, если бы мы взяли это уравнение, начали там группировками вертить туда-сюда, мы бы очень долго себя стращали, мы бы на самом деле получили бы произведение вот по сути вот двух таких ой, квадратики рисую. По сути мы получили произведение b двух таких скобок. Да? Вот здесь, если бы выполняли огромное количество операций, хотя зачем их выполнять, если можно сделать простую замену. На самом деле в конце концов мы все равно пришли к этим двум квадратным уравнением. Ну давайте их решать, да, давайте решать. И этот, какой дискриминант у этого квадратного уравнения напишите пожалуйста в чат. А то мне тоже лень считать. Хоба, 36. И у второго напишите сразу. Вот, решаем первое квадратное уравнение x1 2 и получается что получается это плюс 6 угу. Получается x1 равно минус единица x2 равно минус 5 x3 4 равно минус 4 плюс минус 4 делить на 2 равно что-то есть у нас в смысле 4 x3 2 дискриминант 4 да почему я пишу здесь тогда 2 не понимаю должен корень взять да вот у нас получается что x3 4 x3 x4 равно соответственно минус 1 и равно минус 3 вот у нас 4 таких ответа тут так и так стоп тут не минус сейчас поправить тут не минус потому что здесь корень из 36 да а это что такое корень из 36 минус 4 плюс 6 делить на 2 получается 2 то есть в итоге у нас такие ответы как 1 минус 5 минус 1 минус 3 и все это из вот этого необычного квадратного скорее это b квадратного уравнения потому что если мы возьмем и домножим приведем к общему знаменателю здесь у нас получится поленом четвертой степени делить на x квадрате плюс 4 отдельный момент нам нужно проверить вот эту вот этот знаменатель да вы помните да что нужно убедиться что он не дает ничего такого ну по сути он дает что x не может быть равен нулю и x не может быть равен минус 4 но у нас таких ответов нет поэтому соответственно мы оставляем вот эти с вами 4 корня напишите в чат все ли понятно мы продолжаем дальше следующий непростой примерчик сейчас проверю все ли у меня нет не все опять что-то не туда что-то не в попад x квадрате минус 5x плюс 7 равно 12 делить на x минус 2 на x минус 3 вот что же здесь делать ну смотрите я предложу вам написать вот таким образом вот попробуйте найти полином дискриминант многочлена 1 минус 5x плюс 6 да и вы тогда получите что d равно b квадрате минус 4 ac вы помните что дискриминант не обязательно только ради решения находить а ради того чтобы квадратное уравнение представить в виде произведений двух скобок у нас получается что получается 25 плюс 4 нет все запутал сейчас помпом помпом минус 24 равно единиц соответственно у нас пусть с вами x1 равно минус b плюс 1 делить на 2 равно 3 x2 равно 5 плюс 1 опять минус 1 делить на 2 равно 2 зачем все это нужно ну на самом деле за тем что в итоге мы можем представить вот этот многочлен как x минус 2 на x минус 3 да вы помните да проходили это что выразить в виде произведения нужны эти корни и соответственно x минус x1 минус x2 это собственно и есть наш изначальный а x квадрате плюс bx плюс c ну хорошо соответственно вот получается что вот это равно x минус 2 а именно говорю право на x минус 3 ну вот давайте x минус 2 на x минус 3 мы представим в виде y и что мы получим получим мы вот здесь напишу интересную ситуацию мы получим y плюс 1 равно 12 делить на y все очень лаконично и очень просто да теперь умножаем на y получается x квадрате плюс y я не буду писать знаменатель да я думаю вы прекрасно понимаете что он в вакууме существует в сферическом вакууме да плюс y минус 12 равно нулю пытаемся решить это квадратное уравнение напишите мне дискриминант потом не лень считать ну на самом деле я понимаю что будет 49 просто жду а то жду когда вы напишите мне быстро это но пока никто не написал чуть 12 что это 25 b квадрат минус 4 а ц равно 1 плюс 4 умножить на 12 равно 49 ну вот и верю вам после этого спрашивала дискриминации ребята проверяйте будьте внимательны с расчетом дискриминантов а то можно попасть в просадку y 1 равно минус 1 плюс 7 делить на 2 равно 3 ну вот мы с вами соответственно будем работать дальше с этими двумя моментами мы обратно заменяем на x минус 2 на x минус 3 равно 3 и x минус 2 x минус 3 равно минус 4 вот ну и да уже раскроем скобки то x квадрате плюс 5 x минус 5 x минус 5 x минус 5 x плюс 6 равно 3 далее x квадрате минус 5 x плюс 6 равно минус 4 давайте разберемся пока вот с этим первым да пока первым да пока первый разбирать это второй разбираю пока первый x квадрате минус 5 x плюс 6 минус 3 равно нулю x квадрате минус 5 x плюс 3 равно нулю дискриминант равен 25 минус 12 и тут реально получается 13 так так надо вот и соответственно x 1 будет равно 5 плюс корень из 13 делить на 2 ну и x 2 будет равно 5 минус корень из 13 делить на 2 вот теперь второе до квадратное уравнение x квадрате минус 5 x плюс 6 плюс 4 равно нулю но на самом деле кто-то может уже вперед написать что здесь произойдет какой нюанс произойдет тут я жду ваших ответов чате нет корней да нет корней потому что дискриминант будет у нас отрицательный поэтому у нас остается только вот эти корни напишите пожалуйста в чат ребята все ли вам понятно если какие то вопросы пожалуйста не только олег а не только алина другие ребята пожалуйста напишите у меня вас 20 с лишним человек хотелось бы чуть больше фидбэка 32 ну уже успех но опять же да я скажу что эта тема связала сложная как называется тема со звездочкой вот но попытаться разобрать мы тоже должны чтобы понять насколько мы можем решать такие сложные и необычные функциональные уравнения где у нас нужно делать замену вот ну ладно давайте попробуем самостоятельно решить я дам прям простенько но не нужно чтобы немножко самостоятельно поработали чтобы это не было чисто монологом моим аналог в общем говоря простенькая задачка от x плюс 2 в квадрате равно 2x плюс 2 плюс 3 да и вам три минуты форы 2-3 минуты форы вы начинаете решать я думаю вы понимаете что нужно делать вам нужно сделать замену получить квадратное уравнение решить квадратное уравнение получить или к 1 игрек 2 сделать обратную замену Ну и на самом деле здесь довольно-таки просто. Я думаю, вы уже видите, как вы будете заменять. Поэтому я жду. Алина, спасибо. Не пиши, не подсказывай остальным. Мне нужно конечное решение. Конечные ответы мне напишите. Не надо писать, как делать замену. Я думаю, мне нужно конечное решение. Какие у нас x1, x2, x3, x4? Давайте, давайте. Я даю вам время порешать самостоятельно этот простой пример полностью до конца. Вот. Для тех, кто еще не понял, тут надо заменить y равно x плюс 2. А почему он должен двигаться? Степан. Ну, ребят, напишите, есть ли у кого-то еще какие-то проблемы с трансляцией. Если что, я сейчас ничего не пишу. И вообще ничего не делаю на этом. Я вам написал упражнение и жду, пока вы не будете писать ответы. Вот. А потом начну его разбирать. Для тех, кто вообще не понимает, что происходит. Спасибо. 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 Бывает, бывает платформа не идеальная. тем временем я жду ответы вот смотрите вы здесь заменили y вы получили до члены вам нужно их перенести налево получить квадратное уравнение решить квадратное уравнение с игреком когда получили y обратно заменить на x плюс 2 и в конце получить ответ хорошо алина и олег молодцы но у вас разные ответы давайте разбираться я хочу дождаться и хотя бы еще одного человека который мне написал бы ответ пожалуйста ребята я вас умолею напишите ответ еще иначе мы задержимся еще на занятие после так лада ё-моё два два человека за один вариант ответы два человека за другой вариант ответ кто же победит кого же в итоге правильно интересные ситуации у нас с вами происходит мне кажется проблема в том что кто написал ответов игреков до чисто написал ответы чему игреки равны не сделал в последнюю замену где у нас полученный ответ должен быть равен еще x плюс 2 и надо найти было бы x я думаю что это так но хорошо время отведенное на ответы уже закончилось мы получили четыре ответа сейчас мы выясним кто молодец а кто не еще один ответ но пока вариант минус 1 3 минус 1 3 побеждает есть 3 минус 1 интересно интересно кто еще у нас опростоволосился давайте смотреть у равно x плюс 2 у нас получается у квадрате равно 2 у плюс 3 переносим согласны придумаю да дискриминант равно b квадрате минус 4 а с равно 4 минус 4 умножить на 1 умножить на минус 3 равно 4 плюс 12 равно 16 крик 1 равно 2 плюс 4 делить на 2 равно 3 у 2 равно 2 минус 4 делить на 2 равно минус 1 но это еще не конечные ответы нам же нужно обратную замену сделать соответственно x плюс 2 равно 3 и получается что x равно 1 еще x плюс 2 равно минус 1 соответственно x равно переносим сюда минус 3 правильные ответы 1 минус 3 а кто-то не дорешал до конца и оставил ответы только у заговорить на моих криков и савельников ну а зачем писать y я же прошу написать конечное решение задачи они промежуточные ситуации и тому подобное мне нужен конечный ответ то написал один минус 3 тот молодец ребята если у вас какие-то вопросы вы поняли те у кого есть ошибки на каком этапе вы допустили ошибку и в этом году мы у нас закончили через этот раз в Или что вы не доделали? Напишите, пожалуйста, в чат. Ребят, на Y мы не останавливаемся. Мы делаем обратную замену. Обратную замену делаем. Вот это. Хорошо. Я дам вам возможность справиться. Но будет тяжело. Следующий пример. Вы тоже будете решать самостоятельно. И он будет тяжелее. Но вы знаете, что не надо останавливаться на Y. Нужно мне дорешать до конца. Ребят, пожалуйста, не пишите в чат промежуточные, как будет выглядеть промежуточное уравнение. Как будет выглядеть это. Не надо. Не делайте медвежью услугу остальным. Пожалуйста. Мне не нужны промежуточные ответы и промежуточные уравнения. Мне нужен конечный ответ. Я буду говорить, я буду подсказывать, направлять на вас. Но не пишите промежуточные вещи в чат. Просто ради того, чтобы написать. Это самостоятельная работа. Немножко самостоятельная работа. Поэтому помогать другим. Не хотелось бы. А то, знаете, тут все и так обленились. Просто сидят, слушают меня. Сами никуда ничего не записывают. Это когда надо решать самим. Наполняют легкие полного воздуха и выпучивают глаза. Поэтому давайте вперед. Ребята, приезжаем в упражнение номер два. И да, вы правы. Здесь квадрат. Да? Квадрат. Сейчас проверю. Здесь квадрат. Да. Спасибо, что отметили. Иначе получилось бы неинтересно. Само собой здесь квадрат. Само собой здесь понятно, что все это заменяется на y. Все вот это заменяется на y. И у вас получается y в квадрате минус 2 y равно минус 7. Решаете квадратное уравнение. Получаете y1, y2. Заменяете y на x в квадрате плюс 3 x минус 25. Все это вычитаете и складываете. У вас получаются два разных квадратных уравнения с x. Решаете одно, решаете другое. И записываете мне 4. 4 ответа. В идеале у вас это должно занимать не больше 3-4 минут. Это решается супер быстро. Дискриминанты вы уже должны щелкать как орешки. Они должны у вас хоп-хоп-хоп. Все, тут, там решил. Ну если его нет, и ты уверен, что его нет, значит его и нет. Нет корня вообще в этом примере. Так это и есть, наверное, правильный ответ. Не буду же я вам говорить, что здесь корни нет. Давайте посмотрим. y в квадрате минус 2y плюс 7 равно 0. y равно b квадрате минус 4ac. Да, правильно. Правильный ответ. Нет корня. Все. Не надо было долго думать. А тут вот сразу уже получается. 4 минус 28, соответственно, ну меньше 0. Все. Не так и страшно было, да? Хорошо. Еще один примерчик вам для самостоятельной работы. Надеюсь, у него корень есть. Ну вроде как есть. Прошу вас отметить, что здесь есть знаменатель, и в конце бы неплохо проверить, что там ничего не конфликтует с знаменателем. Вот. Замену понятно какую делать. Решаем. Дискриминанты тут вроде бы на глаз есть. У нас получится y в квадрате минус 2y минус 3 равно 0. Вот такой квадратный замену у нас с вами получится. Дискриминанты тут вроде бы на глаз есть. Вот такой квадратный замен. Продолжение следует... Продолжение следует... Буду ждать еще ваших приходящих ответов. Походу, дело их проверять и обсуждать. Еще ответики пришли. А ответики-то разные. Опять расходимся во мнениях, ребята. Давайте смотреть. Давайте смотреть. По-моему, троечка. Если я не ошибаюсь, здесь у нас будет 2 минус 4 делить на 2. Получается минус 1. Так? Вроде бы, вроде бы, вроде бы. Шутки нет. Соответственно. Хоп. Переходим к таким ситуациям. 2х плюс 1 делить на 2 равно 3. 2 на 2. Что? На х. А тут 2х плюс 1 делить на х равно минус 1. Так, 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 так. Что, что, что? 1,3х плюс 1 делить на х. 1,3 и х равно минус 1. Ну, хорошо, ребят. Сейчас посмотрим. Посмотрим. 3 ответа у нас есть. Это отлично. Ну, что в итоге, да? Ну, умножаю на это сюда переношу. Да, это все довольно-таки просто решают. Ну, или домножаю. И тут на х домножаю. Да, ну, неважно. Можно просто перенести. Мы потом будем помнить, что у нас х знаменатель. Ну, то есть, по сути, у нас запрет х не равно нулю. Ну, это понятно, очевидно, да? 2х плюс 1 равно 3х. Получается 1 равно х. Ну, я сюда переношу, да? 3х минус 2х получается так. Тут что у нас получается? 2х плюс 1 равно минус х. Соответственно, это сюда, а это сюда. Получается 2х плюс х равно минус 1. 3х равно минус 1. Х равно минус 1 третья. Поэтому у нас будет минус 1 третья и 1. Да, Влада, молодец. Писала с первого раза без ошибок. Есть какие-то вопросы, как получились эти ответы? Почему только 1 и почему минус 1 третья? Ну, казалось бы, да, последняя итерация должна была быть самая простая. Но вы что-то там намудрили. Ребята, что-то намудрили. Вот. Поэтому к вам и вопрос. Что ж, вы намудрили. Хорошо. Ладно, давайте следующий пример еще решим. Сложный уже я самостоятельно вам покажу. Наверное, какое-то упражнение. Четвертое. Ну, пусть будет четвертое. Такого-нибудь вот такого страшного многоэтажного гомункула мы с вами выбираем сейчас решить и не попасть в просаг. Кукуй, Ужиз. Ну, что я тут делать? Я предлагаю вот это превратить в игрек. И у нас получится игрек плюс 2 делить на игрек. Плюс игрек плюс 3 делить на игрек плюс 1 равно 5. Вот такая у нас махинация с вами. Да. Что? Мы приходим к общему знаменателю. Ой, еще же надо минус 5 на игрек, игрек плюс 1. Я это сюда перенес, да, со знаком минус. Поэтому у нас все будет под общим знаменателем. Вот такой вот у нас гомунку. Большой. Страшный. Ну, ничего, ничего, не боимся. Решаем. Тут понятно, да, я как раз скрою в копке. 5 игрек на игрек, 5 игрек в квадрате, 5 игрек на 1, минус 5 игрек, да. Это все понятно. Слушайте, знаменатель я уберу. Ну, я только лишь оставлю ситуацию, что игрек не может. Хотя это не обязательно, конечно, писать. Это отсюда не надо писать. Это отсюда не накладывается. Мы будем вообще брать вот, ну, вот отсюда, да, что x в квадрате, x в квадрате минус x плюс 1 не может быть равен 0. x в квадрате минус x плюс 2 не может быть равен 0. На самом деле мы, долго думая, можем решить вот эти квадратные уравнения, чтобы знать, да, какие точно мы хотим вычитывать, какие точно мы хотим исключать. x в квадрате минус x плюс 1, да, давайте сейчас где-нибудь здесь решу. x в квадрате минус x плюс 1 равно 0. b квадрате минус 4c равно 1 минус 4 меньше 0. Соответственно, ну, здесь это всегда будет, это не имеет корней, если это не имеет корней, то что мы можем сказать? Это либо всегда будет положительным, либо всегда будет отрицательным, но никогда не будет равно 0. Что-то в таком ключе мы можем сказать, наверное. Ну, либо то, что всегда будет больше нуля, потому что x в квадрате минус x плюс 1, ну, что-то такое получается, да. Соответственно, в случае x в квадрате минус x плюс 2 равно 0, мы тоже, наверное, можем сказать, что в квадрате минус 4c это будет 1 минус 8 меньше 0. Это тоже будет всегда нечто больше нуля. Поэтому здесь никаких иксов вычленить, которые нам нужно выколоть, не можем. Хорошо, вернемся к нашему большому полиному. Попробуем все это дело сгруппировать. Вот у нас y, и куча, двумя. y в квадрате с двумя черточками. В первой степени все равно черточка. Ну и волнистый и свободный член, да. Давайте складывать. У нас минус 3y в квадрате. 3y плюс 3y минус 5y. Получается просто y и плюс 2 равно 0. Что дальше? Дальше следующее. Я бы умножил на минус 1, чтобы у нас получилось 3y в квадрате минус y. минус 2 равно 0. Но я попытался бы, собственно, все это дело уже решить. Так, тут внимательно. Тут у а не единица. Можно этот момент проспать. Получается минус 4 на 3 на минус 2. Фух, это получается 12, 24, это 25. И y1 равно 1 плюс 5 делить на 6. Равно единица. y2 равно 1 плюс, а точнее минус. Что ничего не понятно? Вот давайте с самого начала. У нас было вот такое. Мы сделали замену. Сделали замену. Получилось вот такое рациональное уравнение, которое вы умеете решать. Да, тут надо привести к общему знаменателю. Все перемножить. Знаменатель я убрал. Как бы вот отдельным образом здесь разобрал этот знаменатель до замены. Поэтому не важно. Здесь все посчитал. Мы получили уже y1, y2. Нет. То есть с точки зрения итераций все то же самое, что мы проделываем все время постоянно. Да. Вопрос в том, что больше надо писать. Все. То есть тут чуть более сложная ситуация. Ну вот у нас с вами получилось. x квадрате минус 2x плюс 1 равно 1. Мы вот это сокращаем. И у нас с вами получается x квадрате плюс 2x равно 0. Но тут как бы вообще все очень просто. Что x равно 0, x равно минус 2. Остается только решить вот этот момент. Но мы можем его разобрать на следующем занятии. Вы можете сделать его самостоятельно дома. Написать не в самом начале урока. Вот. Ладно. На этом все. Всем спасибо. Напишите, пожалуйста, в чат, насколько вам было сегодня комфортно заниматься таким образом, с онлайн-доской. В целом, думаю, ничуть не хуже. А мне так еще проще. Вот. Но проблема в том, что когда сидишь так с онлайн-доской, ощущение практически не двигается, что же затекаешь. Понимаю. Понимаю, София. Мы постараемся. Нет, конечно, все остальное время мы будем заниматься так, что я буду в университете у маркерной доски и с видеокамерой. Но, к сожалению, не всегда получается, тем более, когда ты болеешь. Всем спасибо. Всего доброго. Увидимся через неделю.